Пульс города Лучший подарок – книга. Вышло в свет новое издание Василия Горкотина «Новая магистраль». 70 деревьев в честь подвига предков. В Кандалакше продолжается обустройство аллеи памяти. Кандалакшский Красный Крест отпраздновал свой день рождения. Видимо, по иронии, сегодняшний день выдался на редкость теплым и солнечным для Кандалакшской осени. И именно сегодня в нашем городе начался отопительный сезон. Как идет подключение жилфонда и какие трудности возникают при ремонте сетей, сегодня обсуждали на комиссии по вопросам ЖКХ. С сегодняшнего дня и в течение пяти дней весь жилфонд должен будет подключиться к отоплению. В некоторых квартирах батареи уже стали горячими. Вот только не у всех кандалакшан это вызвало радость. Начались жалобы на жару. При этом часть населения продолжает мерзнуть. Тем не менее, подключение домов продолжается, согласно постановлению о начале отопительного сезона в нашем городе. Управляющим компаниям даже было рекомендовано продолжить свою работу и на выходных, для того, чтобы своевременно устранять все возникающие при этом проблемы. А вот устранению проблем на улице Фрунзе мешают сами люди. Для необходимого ремонта сетей рабочим пришлось спилить несколько деревьев, что вызвало негодование со стороны жильцов района. Как пояснили в администрации, к сожалению, без таких мер люди могут попросту остаться без воды, так как данные сети практически полностью изношены и требуют замены. Пока граждане отдыхают, железнодорожники трудятся. Уже завтра на одном из переездов в поселке Зеленоборский будут производиться работы по плановому ремонту. Движение будет закрыто. Речь в данном случае о железнодорожном переезде, расположенном на 1118-м километре. Работы по реконструкции данного участка начнутся в пятницу 11 сентября в 11 утра и продляются до 6 вечера субботы. В это время движение через переезд будет ограничено. Водители смогут воспользоваться альтернативным проездом под железнодорожным мостом, расположенным на 1120-м километре. В этом году 9 мая праздновалось уже 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом с нами остается все меньше тех, кто принимал героическое участие в страшных тех событиях. Но память о них продолжает жить. И сегодня в их честь на аллее памяти состоялась зеленая акция. Сегодняшняя погода явно была на стороне активистов, подарив им безоблачное небо и яркое солнце. А патриотическая музыка, сопровождавшая мероприятие, задавала особое настроение всем участникам акции. В честь 70-летия Победы здесь, на аллее памяти, высадили 70 новых деревьев. И представители организации «Дети войны» надеются в дальнейшем сделать еще немало работы для того, чтобы облагородить это место. Мы будем ухаживать, полоть, косить, удобрять, поставим скамейки, поливать. И когда вырастет аллея памяти, когда-нибудь вы уже будете чуть постарше и придете на эту аллею и будете вспоминать не только подвиг народа России, а и нас, которые посадили эту аллею. Сажать деревья не так легко, как может показаться на первый взгляд. Ведра с водой и носилки с землей для пожилого человека достаточно тяжелые. Но детям войны, конечно, была оказана помощь. К работе с большим энтузиазмом подключились и другие организации, а также волонтеры и подрастающее поколение, учащиеся колледжа. Да, я в первый раз принимаю участие в этой акции. Я очень рад, потому что можно поболтать с ветеранами, узнать многое, что интересно. Мы рады отметить 73-е победы во Второй мировой войне. Я узнал, что эта победа далась нелегким трудом, и очень много людей погибло, и мы должны это всегда помнить. В прошлом году энтузиасты уже выходили на посадку деревьев. К сожалению, прижились не все, но некоторые уже пустили глубокие корни и гордо стоят шумя листвой. А для всех, кто тоже хотел бы принять участие в высадке деревьев, посвященной 70-летию победы, будет шанс сделать это 22 сентября на 32-м километре трассы Кандалакша-Умба. Здесь пройдет акция «Живи лес». Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-33-13. Их призвание – помощь людям. Они работают безвозмездно и непременно с душой. Сегодня они собрались для того, чтобы вместе отпраздновать день рождения своей организации – Кандалакшского Красного Креста. Сегодня Кандалакшская общественная организация «Красный Крест» празднует свой уже 16-й день рождения. За столь немалое время существования в нашем городе ее активисты, конечно, сделали немало. На базе Красного Креста были созданы благотворительные столовые, пункты сбора гуманитарной помощи, нуждающиеся снабжались не только едой и одеждой, но и медикаментами, проходили обследования туберкулезные больные. Деятельность организации стала настоящим подспорьем всем, кто оказывался в трудной жизненной ситуации. В то время, конечно, Красный Крест был нужен городу, обязательно нужен был городу, потому что в России что-то ломалось, что-то строили новое. И Красный Крест явился той организацией, которая могла взять на себя часть заботы о пенсионерах, о многодетных семьях, о инвалидах, о ветеранах-участниках войны. Красный Крест, конечно, продолжает свою работу и сегодня. Членов организации не так много, но здесь рады всем, кто хочет внести свой вклад в такое нерегкое дело, как безвозмездная помощь нуждающимся. Ведь без единомышленников все же обойтись сложно. Ну а сегодня, с очередным днем рождения, всех активистов Красного Креста поздравили друзья и соратники. Сделано с душой. Кандалакшский издатель Василий Горкотин выпустил в свет новую книгу под названием «Северная магистраль». Над ее созданием наш земляк, краевед и журналист работал около года, торопился успеть к солидной дате – вековому юбилею Кандалакшского локомотивного депо. Почти две тысячи страниц о самых ярких, заметных и значимых периодах столетней истории не только Кандалакшского депо, но и всей Мурманки. Железные дороги, которые построили в рекордно короткие сроки. Интересные факты, редкие документальные фото. Книга будет интересна не только железнодорожникам. Она рассчитана на широкий круг читателей. Здесь подробно и живо рассказано об основных структурных подразделениях Кандалакшского направления, о людях, которые строили, воевали, ставили производственные рекорды, жили и по сей день живут в нашем городе. Тираж «Северной магистрали» солидный – две тысячи экземпляров. Часть книг будет передана в библиотеке города и музей истории Кандалакши. Уже в это воскресенье Кандалакшанам предстоит сделать важный и ответственный выбор, посетив свой избирательный участок. Но помимо голосования за кандидатов в депутаты городского совета, горожан ждут весьма насыщенные культурными и спортивными мероприятиями выходные. В музее истории города Кандалакши продолжают свою работу выставки «Деревянное зодчество Кольского края» и «Поморская тема в наследии Владимира Чернолузского». Одновременно с этим горожане смогут ознакомиться с экспозицией Мурманского областного краеведческого музея «Баи на рубеже Верман». Те, кому интереснее не смотреть на красоту, а самому ее создавать, наверняка придется по душе акция библиотекарей. Любительницы рукоделия приглашают в это воскресенье на Первомайскую 51. Здесь в 16.00 в рамках недели красоты состоится мастер-класс по созданию модного аксессуара из шерсти. Предварительная запись по телефону 9-44-58. Найдется занятие по душе и приверженцам здорового образа жизни. В эту субботу, 12 сентября, на левом берегу реки Нива пройдет открытый чемпионат города по легкоатлетическому кроссу. Регистрация участников с 10 до 11.30 часов в помещении детской спортивной школы. Старт будет дан ровно в 12.00. В этот же день с 12.00 до 16.00 у гостиницы «Сполохи» пройдет акция «Всемирный день подтягивания». Принять участие в мероприятии также сможет любой желающий. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут отмечены призами. В воскресенье 13.00 на стадионе Дворца спорта состоятся соревнования по легкой атлетике в рамках четвертой спартакиады трудящихся. Начало в 11.00. А в 13.00 всем жителям города старше 18.00 будет представлена возможность сдать тесты норм ГТО. На этот раз в них войдут метание гранаты, прыжок в длину с места, бег на 100 метров и тест на гибкость. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время. Субтитры создавал DimaTorzok